Всем привет! Сегодня мы с вами поговорим на тему IOS Drawing Concepts, а именно о Core Animation, немного о UI-ките и Core Graphics. Начнем мы с вами со стека графики. Итак, собственно, как же получается так, что наши пиксели попадают на экран? Под капотом на самом деле происходит довольно много всего, но как только наши пиксели появляются на экране, каждый пиксель у нас состоит из трех цветовых компонентов. Красный, зеленый и синий, то есть Red, Green, Blue, RGB. Три отдельные цветные ячейки загораются с определенной интенсивностью, чтобы создать впечатление отдельного пикселя с определенным цветом. Итак, давайте рассмотрим программный стек. Мы здесь видим Display, GPU, GPU Driver, OpenGL ES, Core Graphics, Core Animation, Core Image и, собственно, наш application. Начнем мы с того, как с дисплея попадают наши пиксели на, к примеру, GPU. Прямо под дисплеем находится графический процессор, то есть GPU. Графический процессор – это высокопараллельный процессор, специально разработанный для параллельного вычисления графики. Таким образом мы можем обновить все пиксели и вывести результат на дисплей с помощью GPU. Его параллельная природа также позволяет очень эффективно комбинировать текстуры друг с другом. Далее мы поговорим с вами еще и о композиции более подробно. Ключевым моментом также является то, что GPU является чрезвычайно специализированным. И, следовательно, он эффективен только при некоторых видах работы. То есть он очень быстрый и использует меньше энергии, чем CPU, то есть центральный процессор, для работы с графикой. Нормальный процессор имеет очень общее назначение. Он может делать много разных вещей, но компоновка, к примеру, будет намного медленнее на CPU, чем на GPU. И идем дальше к GPU. Мы сейчас спускаемся, идем с вами, получается, от дисплея и к нашему... Как получается так, что какие-то данные с нашего приложения доходят до дисплея и, собственно, в обратную сторону. Итак, GPU-драйвер — это, ну, собственно, драйвер нашего графического процессора. Это некий фрагмент кода, который напрямую взаимодействует с графическим процессором. Существует много разновидностей графических процессоров, и, ну, они как бы все разные. Но драйвер, собственно, это та штука, которая заставляет их казаться более однородными для следующего более высокого уровня, которым обычно является OpenGL, либо OpenGL ES. Давайте перейдем к OpenGL — Open Graphics Library. Собственно, OpenGL — это API для рендеринга 2D и 3D, ну, соответственно, 2-dimensional и 3-dimensional графики. Поскольку GPU — это очень специализированная аппаратная часть, то OpenGL у нас тесно сотрудничает с GPU, чтобы расширить, собственно, чтобы расширить возможности GPU и добиться аппаратного ускорения рендеринга. Многим OpenGL может показаться очень низкоуровневым, но когда он был впервые выпущен, это было в 1992 году, то есть более 20 лет назад, это был первый основной стандартизированный способ общения с графическим оборудованием, то есть с GPU. И, следовательно, скачок вперед, с тех пор программистам, ну, то бишь, нам больше не приходится переписывать наше предложение для разных графических процессоров. У нас уже есть надстройка, и мы, собственно, работаем с OpenGL, а не с какими-то разными видами GPU. То есть OpenGL, GPU-драйвер, OpenGL стандартизирует, получается так. Помогает нам осуществить доступ к данным. Итак, дальше переходим над OpenGL, если мы говорим про iOS, все немного сложнее. У нас происходит такой небольшой раскол. На iOS все происходит, ну, почти все происходит через Core Animation на данный момент, в то время как на OSX Core Graphics нередко обходит Core Animation. Ну, мы с вами, конечно же, больше будем говорить про iOS неживее, чем OSX. Для некоторых специализированных приложений, особенно игр, приложение может напрямую взаимодействовать с OpenGL, так как это позволит, ну, собственно, добиться большей производительности. И, собственно, далее вещи становятся еще более запутаны, потому что Core Animation использует Core Graphics для некоторого рендеринга. Собственно, такие фреймворки, как AV Foundation, Core Image и другие, они также имеют доступ ко всему. То есть там мы можем найти полный микс всего перечисленного, и Core Graphics, и Core Animation, и так далее. Также следует помнить одну вещь, что графический процессор является очень мощным графическим оборудованием и играет, собственно, центральную роль в отображении наших пикселей. Это связано, как бы, с процессором. В аппаратном обеспечении между ними есть шина и такие платформы, как OpenGL, Core Animation и Core Graphics, который управляет передачей данных между GPU и CPU. То есть для того, чтобы наши пиксели попали на экран, на процессоре будет выполняться некоторая обработка, затем данные будут переданы в графический процессор, который, в свою очередь, также выполнит обработку, и, наконец, наши пиксели появятся на экране. И давайте рассмотрим с вами некоторый hardware player и посмотрим, что же происходит здесь. Итак, ну, собственно, это довольно упрощенная структура, то, как происходит взаимодействие между GPU, CPU, видеорамом и видеооперативной памятью и оперативной памятью. Давайте немножко рассмотрим по... Немного, конечно, поподробнее рассмотрим. Собственно, у GPU есть текстуры. Текстуры — это битмап, которые они объединяют для каждого кадра, то есть 60 раз в секунду. Ну, это если мы говорим, что у нас фреймрейт 60 кадров в секунду. Каждая текстура занимает некую видеопамять, то есть видеорам, и с этим существует ограничение на количество текстур. Ну, так как память у нас, естественно, не безграничная, и, соответственно, мы можем ограничивать... Мы можем отрисовать только определенное количество текстур. Ну, собственно, GPU может удерживать в памяти определенное количество структур. Также, что еще нужно сказать про GPU? То, что GPU очень эффективен при компоновке. Но некоторые задачи компоновки более сложны, чем другие, и есть предел, собственно, сколько работы GPU может выполнять за 16,7 миллисекунд. Это получается, так как у нас 60 кадров в секунду, получается на отрисовку одного кадра у GPU есть 16,7 миллисекунд. То есть от того, насколько быстро будет работать наш GPU, зависит фреймрейт. Итак, следующей задачей является передача наших данных в графический процессор. Собственно, чтобы графический процессор мог получить доступ к данным, его необходимо переместить из оперативной памяти нашего GPU, то есть это видеорам. И, собственно, этот процесс называется загрузка графических процессоров. Это также может показаться, возможно, для кого-то тривиальным, но для больших текстур это может занять очень много времени. То есть именно загрузка из оперативной памяти GPU. Итак, все дальше. И, собственно, далее наш процессор запускает нашу программу. Мы можем сказать процессору загрузить PNG из нашего бандла и распаковать его. Все это происходит на CPU. Также, когда мы хотим отобразить наше, собственно, забандленное изображение, ну, соответственно, уже декомпресснутое, его нужно каким-то образом загрузить в графический процессор. Собственно, это является чрезвычайно сложной задачей для CPU. И поэтому нечто такое же приземленное, как отображение текста, являются чрезвычайно сложной задачей для CPU. Собственно, которая CPU может способствовать тесной интеграции между средами Core Text и Core Graphics для создания растровых изображений. Собственно, когда все готово, оно отображается в графическом процессоре в виде текстуры, готовой для отображения. Однако, если мы перемещаем тем или иным образом текст на экране, ту же самую структуру можно повторно использовать. И, собственно, наш CPU просто сообщит графическому процессору о новой позиции, чтобы GPU мог повторно использовать данную текстуру. То есть, чтобы он мог ее просто повторно использовать, а не заново перерисовывать полностью. То есть, он просто возьмет закешенное наше изображение и поменяет у него расположение. Также, что еще не нужно делать процессору? Процессору не нужно повторно будет отображать текст, а растровое изображение не нужно будет повторно загружать. То есть, вот. Ну, это как оптимизация. Ну, и дальше мы с вами поговорим о композиции или комбинировании. Итак, комбинирование, компоновка, композиция. Давайте будем использовать термин компоновка. Собственно, компоновка в мире графики – это термин, который описывает, как различные растровые изображения объединяются для создания окончательного изображения, которое мы, собственно, и видим на экране. Во многих отношениях это настолько очевидно, что легко забыть о сложностях вычисления. Давайте проигнорируем некоторые из таких более эзотерических случаев и предположим, что все на экране – это текстура, некая текстура. Текстура – это некая прямоугольная область значений RGBI. Ну, напоминаю еще раз, что RGBI – это red, green, blue, и последняя буква A – это альфа-компонент. То есть, для каждого пикселя у нас есть значение красного, ну, да, красного, зеленого, и синего – это также значение альфа. В мире CoreAnimation – это в основном CA-лэйр. Итак, в этой слегка обращенной настройке каждый слой представляет собой текстуру, и все эти текстуры в некотором роде накладываются друг на друга. Если мы помним, что когда мы строим с вами UI, то мы с вами добавляем вьюхи на вьюхи, и, соответственно, получается некий микс, и GPU нужно каким-то образом посчитать цвета. Если у вас есть какие-то вьюхи, цвет у которых, собственно, выставили там RGB, еще там указали альфа-компонент, то есть вьюхи полупрозрачные, соответственно, GPU придется как-то выполнить наложение слоев и отрисовать это на экране. Ну и, собственно, для каждого пикселя на экране наш GPU должен выяснить, как же смешивать эти данные текстуры, как смешивать эти цвета, чтобы получить RGB-значение для каждого пикселя. Вот, собственно, это и называется композиция. Если все, что у нас есть, это одна текстура, которая имеет размер экрана и выровнена по пикселям, то каждый пиксель на экране соответствует одному пикселю в этой текстуре. Пиксели и текстуры оказываются пикселями экрана. Но это если у нас, к примеру, лишь одна вьюшка. Если мы, к примеру, наложили одну вьюшку на другую, то здесь, конечно, будут вступать в силу законы смешивания наших пикселей. Мы не будем подробно останавливаться на том, как смешиваются пиксели, но в конце я оставил ссылку на материал, где вы можете об этом почитать, если вам будет интересно. И, собственно, также я хотел бы поговорить с вами о том, что значит opaque и transparent. Я думаю, что вы все видели где-нибудь в storyboard такие свойства у наших вьюг, как isOpec. В общем, когда исходная текстура полностью непрозрачна, то есть opaque, результирующие пиксели идентичны исходной текстуры. То есть opaque позволяет нам сделать так, что, к примеру, у вас есть две вьюхи, одна лежит на другой. И если вы выставляете свои вьюхи opaque, это значит, что GPU для вот этого оректа, где лежит ваша вьюха, может не применять компоновку цветов. Это позволит сэкономить кучу работы GPU и, собственно, ускорить процесс. Итак, ну и, собственно, мы как программисты знаем, что вкладываем свой CL-layer. И именно поэтому у CL-layer есть свойство, называемое opaque, ну и также у наших вьюхи есть тоже свойство opaque. Если этот opaque установлен в true, еще раз говорю, то графический процессор не будет смешивать, он будет просто копировать с этого слоя пиксель, не обращая внимания на то, что находится ниже. Это экономит GPU некую часть работы. Собственно, то, что представляет собой опция цветовых смешиваний слоев, мы также можем посмотреть в симулятор debug menu. Ну и, собственно, составление непрозрачных слоев обходится дешевле, потому что здесь задействовано меньше математики. То есть мы получаем выигрыш по перформансу. Это следует помнить и понимать. Итак, далее мы с вами поговорим про маски. Собственно, каждый слой может иметь маску, связанную с ним. Маска представляет собой некое растровое изображение альфа значений, которое должно быть применено к пикселям слоя, прежде чем они будут скомпонованы контент под ним. И, собственно, когда мы устанавливаем кордер радиус слоя, мы фактически устанавливаем маску для этого слоя. Я думаю, что многие с вами сталкивались с тем, как закруглить наши вьюшки. Мы просто берем наша вьюшка, точка layer, точка corner radius и указываем, насколько нужно закруглить наш слой. Ну а также мы можем указывать и произвольные маски, например, иметь маску, которая имеет форму буквы А или еще какую-либо другую. Тогда будет отображаться только та часть содержимого слоя, которая является частью этой маски. Собственно, вот небольшой пример. У нас есть некий контент, который представляет из себя зеленый кружок. И далее мы создаем с вами маску. Ну, маской может являться картинка. Также маской может являться совершенно любая картинка, любой формы. Поэтому, если вы хотите сделать, к примеру, вашу вьюху в какой-нибудь очень интересной форме, у вас есть два пути. Вы можете отрисовать эту вьюху в drawrex по пиксельно, точнее по точкам, не по пиксельно, а по точкам, используя без e-pass. Но также, если у вас есть картинка, вы можете просто наложить маску, собственно, и получить в результате. Ну, к примеру, вот у нас есть маска треугольная, и мы накладываем треугольную маску на наш зеленый контент и получаем из нашего результирующего кружочка только видимую часть, на которую наложена маска. Ну, и в результате мы получаем только зеленую фигуру. Так. Можете потренироваться с этим участком кода, загружая разные картинки, используя их в качестве масок и так далее, собственно. О чем еще хотелось бы поговорить? Это off-screen rendering. То есть, внеэкранный рендеринг. Ну, собственно, off-screen rendering может быть запущен core animation и либо приносительно устанавливаем приложением. Что такое off-screen rendering? Вообще, ну, к примеру, если там наша вьюха находится за пределами экрана, она не рендерится, но, тем не менее, core animation предоставляет нам возможность ее отрендерить. Если у нас есть, к примеру, какие-то, если у нас есть ресурсы, мы можем ее отрендерить, закешировать и потом просто отобразить. Вот. Но если вам это не нужно, то лучше, конечно, этого не делать. В общем, внеэкранный рендеринг рендерит некую часть, часть дерева наших слоев в новый буфер, который находится вне экрана. То есть, допустим, не на экране, где-то за пределами его. Затем этот буфер рендерится на экране. Также мы, возможно, захотим включить рендеринг за кадром, когда компоновка требует больших вычислительных ресурсов. Это один из способов кэширования текстур либо слоев. Собственно, если наше дерево, то есть все... наше дерево рендеринга, все наши текстуры и то, как они сочетаются друг с другом, является сложным, то мы можем принудительно включить закадровый рендеринг для кэширования этих слоев, а затем использовать этот кэш для компоновки на экране. Но также стоит быть с этим осторожным, так как off-screen рендеринг довольно дорогой в плане памяти. Поэтому, если вам это не нужно, то, конечно, лучше всего этого не делать. Итак, ну, к примеру, если наше приложение объединяет множество слоев и хочет анимировать их вместе, обычно графический процессор должен заново объединить все эти слои и с тем, что находится под ними для каждого кадра. То есть если у нас фреймрейт 60 кадров в секунду, то у нас как бы он должен будет отрендерить 60 кадров только лишь для одной секунды. При использовании off-screen рендеринга за пределами экрана графический процессор сначала объединяет эти слои в кэш растрового изображения на основе новой текстуры, а затем использует эту текстуру для рисования на экране. Ну, если кто-то ее узал в Photoshop, то вы вспомните, как мы объединяли слои, изменяли их форму и так далее с использованием растрирования изображения. Теперь, когда эти слои перемещаются вместе, графический процессор может повторно использовать этот растровый кэш и тем самым выполняет меньше работы. Собственно, предостережение заключается в том, что это работает только если эти слои не меняются. Если они это сделают, то графический процессор должен заново создать кэш растрового изображения. То есть весь процесс начнется заново. Мы можем запустить данное поведение, то есть растрирование, установив свойство should rasterize, то есть нужно растрировать property у CLayer в yes. Итак, ну, в общем, с одной стороны, это может привести к замедлению работы, но создание дополнительного внеэкранного буфера это также дополнительный шаг, который может выполнить графический процессор. И особенно если он никогда не может повторно использовать это растровое изображение, то, собственно, это и будет абсолютно бесполезным усилием. То есть если наш GPU не может использовать данное растровое изображение повторно, то растрировать абсолютно не нужно. Это абсолютно бесполезно, так как мы просто приведем, ну, просто ударим по перформансу и замедлим работу. Однако, если растровое изображение можно использовать повторно, то есть графический процессор может быть выгружен. То есть мы... Это... То есть это некая часть работы, которую графический процессор выполняет, но она получается дешевле, чем если мы будем создавать заново наш Bitmap. Также мы должны измерить использование графического процессора и частоту кадров, чтобы увидеть, помогает ли это. То есть закадровый рендеринг также может произойти как побочный эффект. Если мы прямо или косвенно применяем маску к слою, к примеру, к анимейшн, мы нужны выполнять закадровый рендеринг, чтобы применить эту маску. Это накладывает определенное время на GPU. Обычно он мог бы просто визуализировать непосредственно на экран. Итак, идем дальше. Также стоит обратить внимание, что для растрированных слоев ограничено пространство. Apple намекнула, что примерно в два раза больше размера экрана для растрированных слоев. Если способ использования слоев вызывает пропуск закадрового рендеринга, то нам, вероятно, лучше попытаться полностью избавиться от закадрового рендеринга. И использование масок или установка Corner Radius на слое вызывает рендеринг вне экрана, так же, как и применение теней. Собственно, поэтому вы можете сейчас понять, почему, если вы используете, к примеру, в Collection View или в Table View ячейках, если вы применяете к ним Shadow, ну, какую-то тень, либо их закругляете, либо еще что-то делаете, то это вызывает, собственно, off-screen рендеринг. Off-screen рендеринг бьет по перформансу и, ну, особенно сильно, конечно, бьет применение теней, так как их отрисовка, конечно, это довольно очень ресурсоемкий процесс. Собственно, это и может ударить по перформансу. Итак, идем дальше. Итак, что же касается еще масок, ну, к примеру, Scorner Radius, который является просто специальной маской и Clip to Bounce, Mask to Bounce, мы можем просто создать контент, к которому уже применены маски, например, используя изображение с правильной маской, которая уже применена. То есть, если вы в вашем нашем условии применяем там, Corner Radius, то мы обязательно должны сделать Mask to Bounce, чтобы заклипить наш контент. Ну, собственно, это всегда некий трейд-офф, если мы хотим применить прямоугольную маску к слою, с установленным содержимым, то, вероятно, лучше использовать Contacts Rect вместо маски. Ну, тем самым мы не будем накладывать маску, мы не будем накладывать, не будем делать определенную, не будем создавать определенную работу для GPU и сможем просто обрезать наш контент в прямоугольной области. Ну, и далее давайте поговорим немножко о CoreAnimation и OpenGL ES. Итак, CoreAnimation позволяет анимировать наши объекты на экране. Также следует отметить, что CoreAnimation позволяет выполнять чрезвычайно эффективный рендеринг. Именно поэтому мы можем создавать анимацию со скоростью 60 кадров в секунду, когда используем CoreAnimation. Собственно, CoreAnimation по своей сути является абстракцией поверх OpenGL ES. Это позволяет нам использовать возможности OpenGL ES не сталкивая со всеми его сложностями. Собственно, когда мы говорили о комбинировании и компоновке, мы используем термины слой и текстура взаимозаменяемы. Но на самом деле слой и структура это не одно и то же. Итак, слои, собственно, CoreAnimation слои и CoreAnimation могут также иметь подслои. Так что, ну, собственно, в итоге получается дерево слоев. Тяжелая работа, которую делает CoreAnimation заключается в том, чтобы выяснить, какие слои необходимо нарисовать, какие слои необходимо перерисовать. Собственно, и как вызовы OpenGL ES необходимо выполнять, чтобы объединять слои на экране. То есть, мы работаем с вами только с CoreAnimation, но если мы, конечно, хотим спуститься до уровня OpenGL, то мы это можем, конечно, сделать, нажимать, но это уже будет сложнее. Итак, к примеру, CoreAnimation создаёт текстуру OpenGL, когда мы устанавливаем содержимое слоя CG ImageRef, проверяя, что растровое изображение в этом изображении загружается в соответствующую текстуру. Или, если мы переопределяем метод DrawInContext, CoreAnimation выделит текстуру и сделает так, что вызовы CoreGraphics, которые мы делаем, превратятся в Bitmap этой текстуры. Мы про DrawInContext метод поговорим ещё немного позже. Свойства слоя подкласса CLR влияют на то, как выполняется OpenGL рендеринг. Собственно, многие низкоуровневые поведения OpenGL и S хорошо инкапсулированы в простые для понимания концепции CLR. Итак, CoreAnimation координирует растровое рисование на основе CPU Bitmap через CoreGraphics на одном конце и работая с OpenGL на другом. Ну, а поскольку CoreAnimation находится в этом важном месте в конвейере рендеринга, то как мы используем CoreAnimation, точнее, каким образом мы используем CoreAnimation может существенно повлиять на нашу производительность. Итак, также, что еще важно сказать, то что поскольку производительность рисования зависит как от процессора, так и от графического процессора, то нам необходимо выяснить, что из них ограничивает производительность нашего рисования. Если мы используем все ресурсы GPU, то именно GPU ограничивает нашу производительность. Наш рисунок считается привязанным к GPU. Точно так же, если мы увеличиваем, забирая процессорное время на то, чтобы делать отрисовки, делать кэш и собственно нагружать наш CPU больше вычислениями, которые должны быть на GPU, то тогда мы можем говорить о том, что наш процесс рисования больше привязан к CPU. Если мы привязаны к GPU, то нам соответственно нужно как-то разгрузить GPU. Если мы слишком много выполняем рисование на GPU и наш GPU не справляется, то некую часть работы мы должны собственно вынести на CPU. Ну и соответственно в обратную сторону. Это тоже работает. Если мы к примеру работаем с CPU, мы отрисуем очень много контента на CPU, попробуйте к примеру создать условно 100 view и там начать их анимировать. Вы увидите как у вас все педалит. Это будет означать то, что вы очень сильно загрузили CPU, к примеру используя uivue.animate и попробуйте там сделать какие-то анимации для 100 view и вы увидите как начнет педалить ваш интерфейс и потом попробуйте сделать то же самое со слоями и вы конечно увидите результат. Во-первых GPU не нужно будет перерисовывать все эти view он просто будет менять их расположение и отрисовывать и соответственно используя кэш и это будет намного быстрее чем на CPU. Итак чтобы определить привязаны ли мы к графическому процессору мы можем использовать инструмент OpenGL ESDriver ну собственно далее здесь написано то как мы можем использовать данный инструмент но честно говоря я ни разу им еще не пользовался ну собственно используя данный инструмент мы можем посмотреть насколько загружен наш GPU привязка к процессору является более традиционным аспектом работы нашего приложения и соответственно работая в iOS мы можем использовать такой инструмент как Time Profiler чтобы посмотреть насколько загружен наш CPU Итак Core Graphics и Quartz 2D Quartz 2D более известен под названием фреймворк в котором он находится в Core Graphics Итак Quartz 2D имеет больше хидростей чем мы могли здесь охватить но мы не будем говорить об огромной части связанным созданием рендерингом анализом и печатью PDF это не тема нашей лекции сегодня просто помните что печать создания PDF в значительной степени идентична рисованию растровых изображений на экране поскольку все они основаны на Quartz 2D также будьте уверены что Quartz 2D это очень мощный инструмент когда дело доходит до 2D рисования существует еще несколько вариантов это рисование на основе путей к примеру используя UI без E-Path об этом мы поговорим обязательно позже и рендеринг сглаживанием слои прозрачности и собственно независимость от разрешения устройства это может быть довольно пугающим тем более что низкоуровневый API Quartz 2D собственно основан на сишке если вы не знаете сишку то лучше туда не лезть итак основные концепции относительно просты UI kit и app kit обертывают некоторый Quartz 2D просто для использования API для использования его API собственно и даже простой CIP доступен как только мы как только мы к нему привыкли мы знаем C мы собственно можем использовать и Cish на IP тоже в конечном итоге мы получаем механизм рисования который может делать большую часть того что мы могли бы делать в фотошопе либо иллюстраторе собственно Apple упомянула приложение для iOS в качестве примера использования Quartz 2D по этой ссылочке вы можете кликнуть и посмотреть и дальше собственно когда наше приложение выполняет отрисовку Bitmap оно так или иначе будет основано на Quartz 2D то есть процессорная часть вашего чертежа будет выполнена на Quartz 2D и хотя Quartz может делать другие вещи мы сосредоточимся здесь на нарастовом рисовании то есть рисовании которое приводит к некому рисованию которое приходит к некому куску памяти которое содержит RGB данные ну и собственно небольшой пример как собственно если мы захотим что-либо отрисовать на бьюшке мы можем просто заоверайдить метод drawrect и используя UI без e-path отрисовать некий контент вот справа картинка вы можете увидеть результат того что мы здесь нарисовали и так но то же самое мы можем сделать используя core graphics вызова то есть cg-context begin path cg-context move to point а там что такое cg-context cg-context ref мы поговорим с вами подже точно так же как и о UI без e-path и так ну и собственно заключая возникает такой вопрос где же мы будем производить нашу отрисовку ну и собственно ответ прост мы будем рисовать там где есть так называемый cg-context аргумент ctxt который мы передавали находится в этом контексте и контекст определяет где мы рисуем если мы реализуем drawing-context метод в CLR то собственно нам в параметре падает контекст рисование в этом контексте приводит к сохранению нашего хранилища но мы также можем создать наш собственный контекст а именно контекст на основе растрового изображения например с помощью cg-bitmap context create эта функция возвращает контекст который мы можем затем передавать функциям cg-context для рисования в этом контексте вот если мы с вами здесь то нам вернемся на слайд назад то мы увидим что нам в параметрах падает контекст и с помощью этого контекста мы производим отрисовку итак также стоит обратить внимание что версия кода UIKit не передает контекст в методы это потому что при использовании UIKit или AppKit контекст неявный что это значит UIKit поддерживает стэк контекстов а методы UIKit всегда рисуются в верхнем контексте мы можем использовать вызов функции UIGraphics getCurrent контекст чтобы получить этот контекст и мы можем использовать UIGraphics push контекст и UIGraphics pop контекст чтобы вставить контекст в стэк нашего UIKit ну так как соответственно обычно мы работаем с самым топовым с самым верхним контекстом в стэке контекстов то же самое мы можем инсервать контекст как нам то есть мы можем положить контекст наверх и собственно можем снять самый последний контекст и так идем дальше в частности UIKit имеет удобные методы такие как UIGraphics begin image context with options и UIGraphics end image context для создания растрового контекста аналогичного к примеру CJ bitmap context create смешивать вызовы UIKit у CoreGraphics довольно просто и вот здесь вы собственно можете увидеть пример UIGraphics begin image context with options CJ context ref создаем наш контекст точнее берем UIGraphics get current context мы берем текущий контекст и дальше производим отрисовку добавляем какие-то линии потом собственно UI CG context stroke path задаем некий путь и UI graphics and image context мы говорим о том что мы закончили рисование в этом контексте и так также существует огромное количество действительно интересных вещей которые мы можем сделать с помощью CoreGraphics CoreGraphics это довольно огромная платформа огромный фреймворк который нам просто-напросто не охватить даже за несколько лекций ну и собственно по уважительной причине документа Apple обращается к его непроизойденной точности вывода то есть мы не можем вдаваться во все детали но CoreGraphics имеет графическую модель которая по историческим причинам очень близка к тому как работают Adobe Illustrator или Adobe Photoshop ну и собственно большинство концепций инструментов переводится в CoreGraphics в конце концов его происхождение находится в Next Step который использовал DisplayPostScript на этом слайде вы можете поклассить по ссылочкам узнать что это такое мы с вами идем дальше и так и сейчас мы с вами поговорим о UI-ките и собственно о пикселях еще немного о пикселях и так каждая вьюшка в UI-ките имеет свой собственный лейер в свою очередь этот слой лейер имеет обычное резервное хранилище которое является растровым битмапом ну собственно является пиксельным битмапом которым немного похоже на изображение собственно этот baking store это то что фактически отображается на дисплее ну давайте мы с вами будем называть это битмап представление будем называть в baking store итак если наш класс имплементит drawrect то жизненный цикл ну и собственно отрисовка нашей вьюшки UI-view работает примерно так когда мы вызываем сетнис дисплей UI-кит вызывает сетнис дисплей на слое представления вы можете залезть собственно в документацию по CLR и увидеть те же самые методы у слоя собственно что происходит дальше когда мы вызываем сетнис дисплей это устанавливает флаг на том слое помечая что для перерисовки как нуждающимся в отображении ну то есть мы помечаем нашу вьюшку что ее нужно перерисовать на самом деле сетнис дисплей вызов сетнис дисплей не выполняет никакой работы поэтому мы можем вызывать сетнис дисплей несколько раз подряд итак затем когда система рендеринга готова она вызывает метод дисплей у слоя то есть запомните еще то что у слоя есть метод дисплей вы можете вызвать его сами руками но этого не рекомендуется делать так как система сама знает когда лучше вызывает данный метод то же самое и с здоровьем отрисовка происходит тогда когда нужно они ну перерисовка точнее происходит тогда когда система готова к этому они тогда когда мы этого хотим если нам нужно перерисоваться к примеру прямо сейчас все равно мы не дергаем методы методы дисплей и дроект мы вызываем к примеру сэтмис дисплей мы помечаем нашу вьюшку как нужную для перерисовки и система сама решает когда нужно перерисоваться и вызывает уже либо дроект либо вызывает точнее метод дисплей там дальше уже система решает если у нас дроект заимплеменчен то вызывается дроект если у нас какие-то другие методы еще заимплеменчены о которых мы поговорим немного позже то соответственно он вызовет их итак собственно на этом этапе слой устанавливает свое бэкинг стор затем он устанавливает контекст core graphics то есть cg context ref который поддерживается областью памяти этого бэкинг стора и далее происходит рисование с использованием cg context ref который собственно входит в эту область памяти так когда мы используем методы рисования UIKit такие как uirectfill или uibizupressfill внутри нашего метода drawrect они будут использовать текущий контекст как это работает собственно это работает таким образом что UIKit помещает cg context ref для этого бэкинг стора в свой стек core graphics то есть делает этот контекст текущим то есть он у нас получается в нашем стеке контектов самый топовый и является текущим далее происходит так что когда мы внутри метода drawrect вызываем uigraphics get current context мы получаем текущий контекст собственно который который в самом топе нашего контекста поскольку методы рисования UIKit используют uigraphics get current context рисование перейдет в baking store этого слоя и если мы хотим использовать методы core graphics напрямую мы можем попасть в тот же контекст вызов uigraphics get current context и самостоятельно передав контекст внутри функции core graphics в качестве контекста то есть мы можем комбинировать итак отныне baking store лейеров будут неоднократно отображаться на дисплее рендерится соответственно и пока кто-то снова не вызовет set mis display наши view и это в свою очередь опять же триггернет систему что необходимо обновление baking store и так далее собственно и опять же собственно весь процесс пройдет по кругу до тех пор пока наш контент не перерисуется итак что если мы работаем без draw recta когда мы используем к примеру UI image view все работает немного иначе представление все еще имеет CLR но слой не выделяет нам baking store вместо этого он использует CG image ref мы помним с вами что обычные UI view кулейер есть CG context ref а здесь есть здесь нет baking store здесь есть CG image ref в качестве ну собственно в качестве содержимого и собственно наш рендер сервер будет рисовать наш наш битмат в буфере кадров то есть сразу на дисплее в этом случае рисования как такового не происходит мы просто передаем данные растровое изображение в виде изображения UI image view который перенаправляет их в core animation который в свою очередь перенаправляет их на рендер сервер то есть мы с вами мы не использовали draw.react мы ничего с вами не отрисовывали мы просто передали картинку и система его отрисовала вот так и собственно в чем заключается вопрос когда же нам нужно использовать draw.react когда не нужно то есть большую часть времени мы можем избежать то есть нашей компоновки наших вьюшек из других вьюшек или компоновки из слоев или комбинации к примеру если вы не делаете если вы не собираетесь ничего рисовать то не переопределяйте метод draw.react так как собственно draw.react работает на CPU и вы также можете ударить по перфомансу даже если он пустой вызов draw.react это как ну это все равно это пустая работа которая приведет к ну возможно к незначительному удару по перфомансу но все равно удар по перфомансу будет так что если вы не собираетесь ничего рисовать то не оверайдите метод draw.react хорошим примером того когда нам может понадобиться собственно кастомное рисование является приложение рисования пальцем которое Apple демонстрирует на сессии номер 506 WWDC 2019 года называется сессия оптимизация производительности 2D графики и анимации можете щелкнуть по ссылочке и посмотреть итак есть еще одно место где используется рисование это приложение акции для iOS ну или iOS Stocks оно по дефолту по-моему есть на всех айфонах можете зайти посмотреть как данные графики рисуются это все рисуется через используя draw.react используя core graphics и так далее также обратите внимание что только потому что мы делаем кастомные рисования нам не обязательно иметь метод draw.react иногда имеет смысл создать растровое изображение с помощью UI graphics begin image context with options или cg bitmap context create извлечь из него полученное изображение и установить его в качество содержимого CA layer но мы конечно подробно не будем сюда залазить если кому-то интересно можете загуглить как этот процесс происходит и немного о плохих практиках не делайте того что показано на экране то есть что здесь происходит мы с вами зауверайдили метод draw.react и мы устанавливаем background color нашей view но используя draw.react тем самым мы ударили по перфомансу наш CPU будет каждый раз вызывать draw.react и собственно будет происходить перерисовка нам этого не нужно то есть мы фактически будем обновлять наш backing store смысла в этом никакого нет помечая его как updated и система будет заново перерисовывать вместо использования кэша собственно что приведет к удару по перфомансу ну то есть здесь мы заставляем core animation создать backing store для нас просим core graphics заполнить этот backing store неким цветом и только после этого изображение будет загружено в графический процессор мы можем также сохранить всю эту работу не реализовывая draw.react вообще а просто установив background color слоя нашей вьюшки если представление имеет c gradient layer в качестве слоя то тот же метод собственно будет работать и для градиентов итак сейчас мы с вами поговорим про drawing practices как же собственно можно рисовать и начнем мы с вами еще немножко поговорим о c layer собственно что такое c layer мы с вами начали говорить про core animation core graphics c layer но так собственно не сказали что же это такое ну собственно это объект который управляет содержимое на основе изображения и позволяет выполнять анимацию для этого содержимого если мы посмотрим на такую небольшую иерархию у каждой вьюшки есть свой слой у слоя может быть некое количество подслоев и у тех подслоев тоже могут быть еще некое количество подслоев то есть у нас может быть одна вьюха но на ней может быть очень много слоев и также что еще хочу напомнить только что у нас ui view является наследником ui responder и может отвечать на нажатие на некие действия на user interaction но CLR это просто объект который отрисовывает контент но не умеет user interaction и давайте посмотрим немножко на CLR иерархию здесь представлены не все лэеры а только самые распространенные бывают такие как c shape layer это уже конкретные сабклассы CLR c scroll layer c text layer c сей gradient layer c replicator layer ну и давайте немножко рассмотрим поподробнее начнем мы с вами сей emitter layer собственно для чего этот нужен слой сей emitter layer используют для реализации системы чтобы как бы эмитить некоторые частицы используя core animation под капотом объекты слоя сей эмиттер layer контролирует генерацию частиц и собственно их происхождение далее сей gradient layer используют для рисования цветового градиента который заполняет форму слоя в пределах любых закругленных углов ca metal layer он используется для настройки и собственно для настройки нарисованных текстур для рендеринга содержимого слоя с использованием metal ca eag layer или ca open gl layer используется для настройки резервного хранилища то есть нашего backing store и контекста для рендеринга содержимого с использованием opengl.es на ios либо osx и сей replicator layer используется когда мы хотим автоматически копировать один или несколько подслоев то есть replicator делает копии для нас и использует указанное нами свойство чтобы изменить внешний вид или атрибуты копии также есть еще ca scroll layer он используется для управления некой большой прокручиваемой областью которая состоит из нескольких подслоев далее ca shape layer используется для рисования кривых без e фигур которые фигур на основе контуров ну и собственно поэтому они поэтому данные фигуры могут иметь некие четкие контуры и при масштабировании выглядят хорошо однако четкие результаты включают в себя рендеринг формы в главном потоке и кеширование результатов то есть рендеринг происходит в главном потоке ca.text layer используется для визуализации простой или атрибутивной строки текста ca.tile.layer используется для управления большим изображением которое можно разделить на некие более мелкие ректы и визуализировать индивидуально с поддержкой увеличения и уменьшения содержимого c.transform.layer используется для визуализации настоящей иерархии трехмерных слоев а не собственно не плоской иерархии слоев реализованы другими классами слоев и qc composition layer используется для визуализации композиции кварц композер но это только для osx итак clr geometry трим что есть у c.layer ну так же у c.layer есть frame есть bounce это всем понятно думаю не надо говорить о том что это что bounce это собственно наша внутренняя система координат и frame внешне position это положение слоя в координатном пространстве его супер слоя position анимируемое свойство bounce тоже анимируемое свойство z position и это положение слоя по оси z то есть у нас есть ось x ось y и ось z анимируемое и есть anchor point то есть это это некий anchor собственно для положения вдоль оси z анимируемый anchor point также определяет точку привязки нашего прямоугольника границ слоя и content scale это масштабный коэффициент который применяется в слое к слову он тоже анимируемый и так собственно как мы добавляем слой мы создаем CLR создаем некий саблеер устанавливаем ему background color устанавливаем ему какую-то тень shadow radius shadow color shadow opacity и так далее далее мы говорим что нашего саблеера фрейм будет 30 30 150 150 и наши и добавляем на лейер нашей вьюхи этот саблеер и далее мы можем просто добавить на наш какой-то на наш какой-то слой наш подслой итак также можем использовать delegar чтобы запровадить некий контент для нашего лейвера если содержимое нашего слоя изменяется динамически то мы можем использовать объект delegar dot для предоставления и обновления этого содержимого при необходимости. Собственно, во время отображения слой вызывает методы нашего делегата для предоставления необходимости контента. Если наш делегат реализует метод displayLayer, эта реализация отвечает за создание битмапа и присвоение его свойствия содержимого слоя. Если наш делегат реализует метод drawLayer inContext, то CoreAnimation создает растровое изображение, создает графический контекст для рисования, и в этом растровом изображении затем вызывает метод делегата для заполнения растрового изображения. Все, что нужно сделать нашему методу делегата, это использовать предоставленный графический контекст. Объект делегата должен реализовать метод displayLayer или drawLayer inContext. Если делегат реализует как displayLayer, так и drawLayer inContext метод, то слой вызывает только displayLayer. Вот небольшой пример, как мы с вами можем рисовать на контексте. Мы в нашей вьюхе override метод drawLayer inContext. Делаем какую-то отрисовку. Потом, что мы делаем при создании нашей вьюхи? Мы создадим нашу вьюху. Мы говорим, что делегат ее лэйра будет сама вьюха. Собственно, ну так как мы метод делегата заимприментили в этой же вьюхе. И вью, и говорим нашему лэйру. Лэйр перерисуйся. Ну, чтобы пометить его, что он нужен для... Что его нужно перерисовать. Ну и, соответственно, как результат получаем вот такую стрелочку. Итак. Мы с вами начали говорить про контекст. Довольно много говорили в первой части лекции о контексте. Но, собственно, так и не разобрали, что он из себя представляет. Контекст, собственно, это тот объект, который определяет, куда идет наш рисунок. То есть он может быть на экране, может быть закадровым изображением, может быть... То есть он может быть битмапом, PDF и так далее. Для нормального рисования UIKit устанавливает текущий контекст для нас, как мы с вами. И уже рассмотрели, что у нас есть тег контекстов, и нам прилетает топовый контекст. Каждый раз при вызове метода drawRack создается новый контекст. Поэтому бессмысленно создается новый контекст. И поэтому старый контекст абсолютно бессмысленно кешировать. Так как он уже будет абсолютно не тот, который нам нужен. Итак, как же получить нам контекст? Как мы уже с вами рассматривали ранее, мы можем вызвать следующую функцию внутри нашего метода drawRack, чтобы получить текущий графический контекст. CGContextRef.Context равно UIGraphics.GetCurrentContext. И, собственно, мы можем дальше использовать этот контекст. Итак, так же мы можем начать отрисовывать. То есть мы получили наш контекст. То есть начали наш путь CGContextRefContext. UIGraphics.GetCurrentContext. Дальше мы берем и добавляем какие-то пути, добавляем линии к нашему контексту по соответствующим координатам. К примеру, CGContext.MoveToPoint мы двигаем нашу линию в точку 70 по оси X и 10 по оси Y. Дальше CGContext.AddLineToPoint. То есть мы установили точку. И когда мы добавляем линию, мы берем от X по X 10 и по Y 150. То есть если мы рассмотрим, то это будет левое ребро треугольника. И далее мы закрываем наш Path. То есть GContext Close Path. Ну, он как бы не строго необходим, но все равно лучше, конечно, закрывать путь. Дальше мы устанавливаем некоторые style-атрибуты, такие как setStroke или setFill. SetStroke это значит линия... Мы устанавливаем backgroundColor для линий. И мы устанавливаем backgroundColor для заливки. И потом, вызывая метод CGContextDropPath, отдаем контекст и отдаем константу kcgPathFillStroke, чтобы мы, собственно, отрисовали наш Path. И получаем в результате вот такой треугольник. Итак, также что еще следует помнить, это то, что оси координат, направление осей координат отличается в CoreGraphics и в UI-ките. В CoreGraphics направление осей координат происходит... Ось Y у нас направлена вверх, а ось X направлена... Ну, ось X, начнем, у нас направлена всегда вправо, но отличается по оси OY. Получается, в UI-ките у нас ось OY направлена вниз, в CoreGraphics ось OY направлена вверх. И также давайте рассмотрим небольшой пример на SWIFT-те, собственно. Можете его скопировать и посмотреть, как это работает, поиграться с этим. Ну и, соответственно, вот результат, который мы получаем. Так, мы с вами начали говорить про некие пути. И, собственно, давайте рассмотрим, что же такое путь. Путь — это, собственно, нечто такое, что состоит из прямых и изогнутых отрезков, которые мы можем визуализировать в наших фьюшках. Мы изначально используем этот класс, то есть UI без E-пасс, чтобы указать только геометрию нашего пути. Контуры мы можем определять простыми формами, такими как прямоугольники, овалы, дуги. И они могут определять сложные многоугольники, которые включают в себя смесь прямых и изогнутых отрезков. После определения формы мы можем использовать дополнительные методы этого класса, чтобы отобразить путь в текущем контексте рисования. И, опять же, давайте вернемся к нашему примеру с пользой UABES E-path. Мы объявляем UABES E-path, path move to point, add line to point, add line to point добавляет линию. Собственно, есть G-point make — это в какую точку добавить линию. Дальше мы делаем closed path, устанавливаем толщину линии, ширину линии, то есть единицу. И устанавливаем, как бы, цвет нашего stroke color, то есть получается красным. Итак, давайте подробнее рассмотрим, какие есть методы для создания BES E-path. Итак, bizer path. UABES E-path, bizer path, создает и возвращает новый объект bizer path. Также есть метод bizer path with rect, создает и возвращает новый объект UABES E-path, инициализированный с прямоугольным путем. bizer path with oval interact, создает и возвращает новый объект UABES E-path, который инициализирован овальным путем, описанным в указанный прямоугольник. без E-Path with rounded rect, corner radius, создает и возвращает новый объект UI без E-Path, который инициализирован с округленным прямоугольным путем. Так, что еще есть? Еще есть без E-Path with rounded rect, by rounding corners, corner radius, создает и возвращает новый объект UI без E-Path, который инициализирован с округленным прямоугольным путем, без E-Path with arc, center, radius, start, angle, end, angle, по часовой стрелке создает и возвращает новый объект UI без E-Path. Ну, точнее, соответственно, последний параметр clockwise нам говорит о том, по часовой стрелке, либо не по часовой стрелке. Собственно, этот метод возвращает нам новый объект UI без E-Path, который инициализирован дугой окружности. Ну, соответственно, по часовой, либо против часовой стрелки. И без E-Path with CG-Path, создает и возвращает новый объект UI без E-Path, инициализированный с содержимым пути core graphics. Также без E-Path, by reversing path, инициализирован возвращает новый объект UI без E-Path с обращенным содержимым текущего пути. Ну, точнее, с обратным содержимым текущего пути. Итак, какие есть методы для того, чтобы построить наш без E-Path? К примеру, есть такой метод, как мы видели, moveToPoint. Собственно, что делает moveToPoint? Он перемещает текущую точку в указанное место. Далее, если мы делаем addLineToPoint, мы, к примеру, вызвали moveToPoint. Мы находимся в moveToPoint, условно, 0,0. То мы сейчас находимся в точке 0,0. Далее мы говорим addLineToPoint. Мы добавляем прямую линию к пути получателя. То есть, к примеру, у нас было, то есть мы сейчас будем двигаться от точки 0,0 в указанную точку addLineToPoint, которую мы, собственно, зададим. Условно, если мы укажем addLineToPoint 10,10, то наша линия будет с координатами 0,0 и на одном конце, и 10,10 на другом конце. AddArcWithCenter, RadiusStartAngleAndAngle, Clockwise, добавляет дугу таким же образом тоже в какой-то point. AddCurveToPoint, CtrlPoint1, CtrlPoint2, добавляет кубическую кривую без Е к нашему пути. И addQuadToPoint, CtrlPoint, добавляет квадратичную кривую без Е к траектории получателя. И дальше есть метод ClosePass, который закрывает последний добавленный подпуть. То есть, если у нас было, условно, там несколько путей, ClosePass что делает? Он добавляет addLineToPoint в нашу начальную точку. К примеру, мы начинали наше рисование из 0,0, мы, соответственно, ClosePass вернется из той точки, где мы находимся сейчас, в точку 0,0 и добавит туда линию. Ну, мы, собственно, сами можем закрыть данный путь, используя какой-нибудь addCurveToPoint или еще что-нибудь. RemoveAllPoints. Удаляет все точки и, собственно, удаляет все подпути. И appendPath добавляет содержимое указанного объекта в пути к получателю. Собственно, мы с вами поговорили про кубические кривые без Е, квадратичные кривые без Е и обычные кривые без Е. Как же они выглядят? Вот, собственно, на экране вы можете увидеть, как они выглядят. Обычная кривая без Е содержит начальную и конечную точку и точку изгиба. И, собственно, квадратик без Е path, без Е curve, собственно, выглядит таким образом. И кубик без Е curve, видите, что она содержит две точки изгиба. И, собственно, что бы хотелось еще сказать, это, ну, еще раз напомню, как у нас выглядит наша иерархия. То, что у нас у каждой вьюхи, у каждого объекта, который у нас остается в UI View, есть лейер. Например, у UI Window тоже есть свой лейер. И он, ну, Window Layer. Дальше у какой-либо вьюшки тоже есть лейер. Это View Layer. Собственно, дальше есть какие-то саб-лейеры. И Layer 3 примерно выглядит таким образом. То есть Window Layer, View Layer и дальше, собственно, саб-лейеры вот этой вьюшки. Это Button Layer, саб-лейер какой-то 1 и саб-лейер 2. Это какой-то имидж, саб-лейер. Ну, и напоследок, что хотелось бы сказать, это не вызывайте DrawRect сами никогда. Вот это стоит помнить и не делать. И, собственно, полезные ссылки эти будут расшарены вместе с презентацией. Вы можете посмотреть на Apple Developer CLR. Дальше у Revender еще есть замечательный туториал по CLR. Там вы найдете и то, как можно работать с CLR, CLR, CLR и с другими лейерами, типа CLR и так далее. Работать с ними довольно просто. Просто это нужно попробовать. Также на хабре можете посмотреть тоже небольшой туториал. И есть совершенно замечательная статья на OVGC.io. Moving Pixels onto the Screen. Это, собственно, основной источник данной презентации, откуда я черпал информацию. Ну и также из Quartz 2D Programming Guide. Тоже загляните туда. Собственно, на этом все, что я хотел вам сегодня сказать. Спасибо большое за внимание. С вами был Дмитрий. Пока.